Всем привет, с канала Камрад Майор и сегодня новый видеоролик из рубрики моделирование, это на обзоре модель от сербы Восточный экспресс истребитель Ганза Бранденбург. Первая модель авиации Первой мировой, первая модель от Восточного экспресса, масштаб 1 к 72, потому что больше такого нет, взял за счет того, что как раз таки хотел вот что-то из того, чего еще не было. Коробка представлена в виде вот такого арта, так скажем, здесь информация, артикул, здесь идет повторение, здесь представлено, что есть еще, кстати вот фальсен, соберем еще, прошу прощения, так и значит масштаб, количество деталей, кто производит, немного информации, что это истребитель Австро-Венгрии, времен Первой мировой, спроектирован фирмой. Ганза Бранденбург в 16 году стал основой истребительной авиации Австро-Венгрии, общее количество самолетов 95 штук единиц. Нам предлагается для как раз таки создания вот такая вариация с такими декалями, но можно будет остановиться и на лицевом варианте. Как мы знаем, летчики Первой мировой, их было немного, среди них было также меньше еще асов, каждый моделировал свой самолет под себя. Вспомним того же Григофина, того же Уэдета, которые летали в воздушном цирке. Так, значит, снимаем пленку, в отличие от звезды у нас тут все в пленке. О Восточном Экспрессе я наслышан, но это первая модель, от него у меня еще не было ни одной модели. Значит так, открыли, это убираем. И здесь у нас в целлофане находятся детали. Скажи прощение. Значит, вот декали, кресты, номерной знак и маскировка. Так. Интересно, должно будет все это получиться, конечно. Декали такие шершавые на ощупь, нужно будет, наверное, все покрывать лаком. Так. Был австро-венгерским истребителем, имел цельную деревянную конструкцию, двигатель жидкостного охлаждения. Австро-Даймлер с радиатором, расположенным на верхнем крыле. Австро-венгерские асы, такие как Годвин-Брумовский, 35 побед. Франтишек-Линкер-Гроуфорд, 27 побед. Йозеф-Кисс, 19 побед. Летали на этом самолете. Значит так, предлагают нам сборку начать с шасси. Далее идет пропеллер. Как я понял, он будет вращающийся даже. Да, вот показано, что не приклеивать. Потом идет радиатор охлаждения, каркас, крылья. Тут у нас идет, получается, сборка самих крыльев биплана. Уже полная стыковка, нужно будет с вот этими деталями быть аккуратнее. Так, и вариация окраски, схема окраски модели. Ну, мы будем делать именно вот такой вот. Я его, наверное, весь закатаю вообще в серый. И уже после нанесения декали аккуратно подкрашу элементы, которые должны быть другого цвета. Так, сами детали. Так, прошу прощения, я на фоне видео кашлю, так как остаточное заболевание. Так, сразу же, что бросается в глаза? Большое количество облоя. Ну, как на Aircar. Очень много льют пластика, видимо формы старые. Пластика очень много прям обрабатывать придется очень хорошо. Вот сам масштаб модели. Значит, здесь у нас крылья, здесь у нас колеса, шасси. Так, хвост. Значит, что мы имеем? Литник B, Восточный экспресс. Литник A. Ну, такие вот два литника. Сборка будет не тяжелой. Так, может быть даже пошаговую сборку опишу. А покраску, наверное, даже, может быть, получится снять, но не обещаю. Если не выйдет она, значит не выйдет. Я думаю, за свои деньги это более чем приемлемая модель. Я не остановлюсь на одном этом, потому что хочу еще два немецких самолета. Это минимум один из них, это вот Фальц. Вот этот вот. И также все-таки Флокер Рик Гофена. Он просто обязан быть у меня в коллекции. И поэтому он будет однозначно. Надеюсь, обзор был для вас интересен, понятен. Так как, кстати, я не видел обзора на этот самолет. И поэтому могу порекомендовать ставить лайки, подписываться на канал, так как в дальнейшем эта тема будет развиваться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok